Мы пришли в поддержку наших коллег. Поддержать своих товарищей к апелляционному суду пришли около 50 человек. Действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов, родственники и друзья задержанных парней. Никто из них не верит, что те нарушили закон. Если есть агрессия со стороны нападавших, значит они имеют право применить спецсредства и прием рукопашного боя. На прошлой неделе в ночь на среду подразделения ГСО в составе трех человек выехали по вызову. Известно было только лишь одно – в кафе на Лермонтовской драке. В государственной службе охраны рассказывают, один из посетителей был сильно пьян, бросался на людей с кулаками и угрожал. Пациентеры охраны вымешены были использовать методы физического вплива, в том числе и кайданки. Человеком, которому надели наручники, оказался судья Киевского райсуда Денис Невядомский. В прокуратуре говорят, первым конфликт затеял другой посетитель. Он же ударил Невядомского. Судья охрана этого заведения на улице, на глазах у ГСОшников, и они это видели, его ударили, судью, да, его охрана. Вместо того, чтобы задержать того преступника, который нанес удар, судье, они валят этого судью и начинают его избивать. Этой же ночью троих сотрудников ГСО арестовали за незаконное использование спецсредств и задержание судьи. К арестованным родственников не пускают. Они обо всем узнали из новостей. Общаются только через адвоката. Ни матери, ни мне, никому никто ничего не сообщал. После суда он сказал два слова и все, куда его забирают, и больше мы его не видели. Сегодня задержанные обжалуют постановление суда, считают решение об их аресте незаконным. Данные, которые были судом изложены в определении о избрании меры пресечения содержания по страже в отношении ребят, они, по сути, судом указаны неправильно. В своем определении судья указывает о том, что ему достаточно было видео, которое он увидел. И на основании этого видео, а также двух свидетелей, которые являются представителями прокуратуры, он принял решение. Апелляционные жалобы слушают отдельно друг от друга. На рассмотрение первой милиционера-водителя Артема Крылова не явился прокурор. Слушание перенесли на 20 июня. От этого решения матери задержанного стало плохо. Адвокат задержанных подал ходатайство о привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение операционной жалобы младшего инспектора Сергея Зубко тоже перенесли на 20 июня. А патрульно-постовой Игорь Калюшенко от своего иска пока отказался готовить новый.